Тишина в аудитории, все внимание приковано к докладчику. Около 500 мозорских студентов сегодня получили уникальную возможность послушать лекцию из уст главы государства. Мозорский педагогически наряду с семью вузами страны включился в видеотрансляцию семинарского занятия. Для того, чтобы послушать лекцию Лукашенко, кстати, обладателя трех высших образований, в Полесском вузе задействовали сразу несколько аудиторий. Александр Лукашенко рассуждал, анализировал и, основываясь на личном студенческом опыте, озвучил свою личную точку зрения. Говорил о системе образования в целом, причем начиная с начального звена. Современные дети с пеленок знают про айфоны, планшеты, компьютеры. Систему образования необходимо подстраивать, а зачастую перестраивать под современное поколение. А еще необходима оптимизация, необходимо убрать все лишнее и оставить сэкономленное средство в самой системе образования. Причем президент пообещал, что лично будет все курировать. Много говорил глава государства и про практику. Только окунувшись в реалии своей профессии, будущий специалист поймет, на правильном ли он пути. Его мнение нашло поддержку у будущих мозорских педагогов. На самом деле нужно увеличивать практику в педагогических вузах, так как это влияет на будущих учителей. Они должны уметь держаться на публике и перед классом. Нужно привлекать будущих педагогов и культурной деятельности, так как учитель, он не только должен обладать какими-то определенными знаниями, но он должен воспитать личность человека и хорошими нравственными качествами. Многие признали, что шли на видео лекцию со скептицизмом. Он развеялся буквально с первых минут. Несомненно, мероприятие мне очень понравилось. На самом деле я не ожидал, что будет настолько исчерпывающие и конструктивные вопросы и ответы. Если так посмотреть с точки зрения, я когда шел, я скептически ко всему этому относился, потому что думал, что это всего лишь какое-то время, которое нам нужно провести, если быть честным. Но с первой минуты все вопросы, которые были поставлены и все ответы, которые были даны, они были действительно важными. Это невероятнейшее мероприятие, одно из самых значительных для меня мероприятий за все время участия в различных проектах. Я участвовал очень во многих и в научной деятельности, и в общественной деятельности. Но его не с чем сравнивать, потому что я получил ответы на очень многие вопросы, которые интересовали лично меня, на которые я не мог получить ответы у нас в институте и на других мероприятиях. Было очень интересно, что затронуты были такие темы, которые я считал незаметными, на которых не обращается внимание, но которые в том числе очень важны. Безусловно, этот день выбился из привычного студенческого расписания, да и из расписания преподавателей тоже. Большой республиканский педагогический совет, так назвал и мероприятие, декан филологического факультета Людмила Измайлова. Во-первых, я считаю, сам факт проведения такой видеоконференции в онлайн-режиме с участием студентов наших сегодняшних, учителей молодых, когда самые основные направления развития системы образования, самые проблемные вопросы поднимаются в присутствии главы государства, выступления главы государства по поводу развития дальнейшего реформирования, оптимизации системы образования. Это есть важный воспитательный момент для будущих учителей, для учителей сегодняшних. Во-вторых, мы принимаем участие, я так понимаю, потому что мы как раз относимся к этой счастливой педагогической профессии. Профессии благодарной, благородной, и я считаю профессией вечной, профессия, которая всегда будет в уважении и почете, которая будет признана всегда, и это способствует, во-первых, формированию такого позитивного имиджа учителя, это привлечение внимания к нашей деятельности, и это встреча, которая дает установки на нашу дальнейшую деятельность. В этот день и студенты, и преподаватели получили ответы на многие вопросы. И хотя большинство из них поступило из Минска, из университета имени Танка, но проблемы у студентов, будущих педагогов, все же одинаковые. Многие надеются, что нынешняя встреча подымет престиж профессии учителя, а образованию даст новый толчок развития. Само мероприятие действительно полезное, очень ценно не только то, что именно вопросы и проблемы были обозначены, но и на месте, можно было сказать, что принималось уже решение, то есть президент согласился с какими-то предложениями, и они уже непосредственно будут приняты со следующего года. Считаю свою профессию, горжусь тем, что я буду педагогом, шла сюда по призванию, а не просто так, что какие-то там тесты может легко сдавать, нет, горжусь этим и считаю, что именно от, можно сказать, от меня, от таких же студентов, как я, зависит будущее нашей страны.